Друзья, всем привет! Сегодня у нас еще одна подборка полезных советов и хитростей, которые можно применить как в мастерской, так и в гараже или даже дома. Поехали! Я думаю, у многих случались такие ситуации, когда к одному удлинителю подключена куча инструмента, и понять какая вилка от какого инструмента уже невозможно, так как все провода перепутались между собой, а надо, например, отключить лобзик, который больше не нужен, а вместо него подключить освещение. Придется на поиски потратить время, и вот из-за таких мелочей за целый день реально теряется много времени. Так вот, чтобы закрыть этот вопрос, нам понадобится изолента или скотч, желательно ярких цветов. А теперь берем первый инструмент и обматываем скотчем часть провода у вилки и часть провода у инструмента тем же цветом. Так мы получим цветную маркировку, и посмотрев около удлинителя на цвет маркера и сопоставив этот цвет с инструментом, можно сразу понять, что отключать можно, а что нет. Не трать время на распутывание и поиски. Если цветов мало, а инструмента много, то можно делать по несколько полосок, либо чередовать цвета. Кстати, у всех ли быстро получается попасть наждачным кругом на платформу шлифмашинки, так, чтобы вентиляционные отверстия совпадали? У меня лично быстро не получается, и иногда приходится по несколько раз переклеивать. И поэтому для таких случаев я всегда под рукой держу пару мебельных шкантов на 8 мм, которые я вставляю в отверстия платформы и затем ставлю наждачный круг, продевая шканты через соответствующее отверстие. Вообще вспомнилась одна идея со шкантами и такими наждачными кругами. Для демонстрации этой идеи возьму кусок фанерки и обведу на ней наждачный круг с парой отверстий. Затем все вырежу. Сначала делаю маленькие отверстия на 3 мм для саморезов, а затем сверлом на 8 мм сверлю не глубоко пару отверстий по ранее размеченным местам, а затем вклеиваю туда два шканта. И теперь прикручиваю самоделку к стене. Получился очень удобный держатель для наждачных кругов. Можно сделать несколько таких для разной зернистости. Допустим, необходимо в двух деталях сделать отверстия, которые должны совпадать, например, для тех же шкантов. И как же это сделать быстро и безо всяких линеек? Понадобятся обычные маленькие гвоздики, которые приклеиваются к одной из деталей. Затем вторая деталь примеряется к первой, и после примерки просто простукивается. Шляпки гвоздиков оставляют четкий след на обоих деталях, ровно так, как вы расположили детали друг к другу. И теперь можно насверлить отверстия и проверить, совпадут ли они. Я специально сделал побольше отверстий, чтобы убедиться, что метод рабочий. Так и есть, детали соединились без каких-либо лишних усилий. Иногда при укладке финишного покрытия на пол, того же ковролина или линолеума, то есть материал, который не требует оставления зазора, Хочется сделать укладку вплотную к стене без щелей, а стена не очень ровная. В интернете я нашел решение этой проблемы с помощью простой шайбы, которую ведем карандашом вдоль стены, повторяя сие изгибы. Но есть у такого способа один недостаток. Например, в местах вот таких резких порожков шайба делает скругленную линию, и, соответственно, получим щель. Чтобы такого не было, можно воспользоваться обычным циркулем. Устанавливаем на нем размер чуть больше самой широкой щели, и ведем его, прижимая к стене и к застилаемому материалу. Получится более правильная разметка, в том числе и в месте порожков. Друзья, вот такое коротенькое видео получилось. Надеюсь, информация оказалась для вас полезной, и вы нашли для себя что-то новое. И если это так, то ставьте лайк этому видео и напишите в комментах, какой или какие именно советы вы не знали. Те, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok